Впервые за почти 11 месяцев полномасштабной войны украинские вооруженные силы получат роту немецких танков «Леопард-2», которые передаст Польша. После долгой дипломатической работы Киева правительство Германии решилось на поставки тяжелого вооружения для ВСУ. За последние 10 месяцев вместе с нашими партнерами мы приложили усилия к тому, чтобы были поставки снарядов и для ПВО, и для гепардов. Последнее решение – передача боевых машин пехоты «Мардер». Теперь я могу сказать, что мы продолжим партнерство и поставки. Я сегодня здесь, чтобы своими глазами увидеть, насколько важна эта помощь и насколько она полезна для Украины. На вооружении ВСУ вскоре будут немецкие бронемашины «Мардер», боевые машины пехоты из США «М2 Брэдли» и французские тяжелые бронеавтомобили «АМХ-10РЦ». Техника разрабатывалась в годы Холодной войны и предназначена для уничтожения советского оружия, которым до сих пор воюет российская армия. Неизменной остается поддержка Британии. Лондон принял решение передать Киеву танки «Челленджер-2». Это результат колоссальной работы, которая была проведена. В первую очередь, безусловно, это вооруженные силы Украины, которые показывают эффективность, которые эффективно сдерживаются врага в Бахмуте, в Солидарии. Это наши военные, сыски, которые непосредственно командуют операцией в этом районе. Они показывают, что Украина действует эффективно, что вооруженным силам можно доверять и более современное, и наступательное оружие. Украина всегда это будет делать максимально эффективно и максимально придерживаясь традиций войны, в отличие от той же Российской Федерации. Украинское министерство иностранных дел продолжает диалог с партнерами и для увеличения поставок средств противовоздушной и противоракетной обороны. Сегодня Украина также заинтересована в дополнительных зенитных установках, таких как Гепард и Вулкан, а также в переносных зенитных комплексах Стингер и других. Все эти средства необходимы для того, чтобы украинское небо как можно скорее стало неприступной стеной для террористического государства, чтобы мы могли защитить наши мирные города, критически важную инфраструктуру и, безусловно, наших граждан. Кроме того, Киев настаивает на создании механизма, согласно которому Россия обязана будет выплатить Украине репарации. Среди стран-приверженцев инициативы – Эстония. Провел разговор с Урмосом Рейнсалу. Обсудили военные потребности Украины, которые может удовлетворить Эстония. Ждем хороших новостей. Я также поблагодарил Эстонию за инициативу по созданию механизма компенсации и подчеркнул, что это важный элемент формулы мира. Россия должна платить. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, в Твиттер. У лидеров цивилизованных западных стран не осталось сомнений в том, что Украина использует современное вооружение эффективно, уверены специалисты. Поддержка Киева в Европе и Соединенных Штатах беспрецедентна. А скептиков, которые сомневаются в будущей победе ВСУ, все меньше. Это очень рисковый подход оставаться таким бронелобым в контексте неподдержки Украины. Да, у нас есть азийские страны, у нас есть Китай, у нас есть Индия. Латиноамериканские страны у них тоже свой подход. Там могут оставаться скептики, которые не то чтобы больше сочувствуют Российской Федерации, но которые понимают, что более сдержанная риторика может им принести больше дивидендов. Говорить о том, что есть какие-то сильные игроки, которые остаются серьезными скептиками, не верят в Украину, а верят в большую победу России, я думаю, что таких на сегодняшний день нет. Украинская дипломатия готовится к предстоящему саммиту Украина-ЕС, который состоится 3 февраля. Киев планирует обсудить объемы военной помощи, санкции против Федерации и российско-иранское сотрудничество.